На то, что вместе, совместным усилием, мы много хорошего сделаем для развития тайного востока. Первые результаты этой работы уже есть. И хотел как раз вам о них рассказать. Сейчас уже никого не нужно убеждать о том, что индустриальный парк – это лучший инструмент привлечения промышленных инвестиций, локализации производств на территории Российской Федерации. И Миносток развития – это отличное понимание. Поэтому для развития тайного востока один из основных инструментов привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест и были выбраны инвестиционные парки. По сути, нам пришлось немножко пойти дальше. чем создавать инвестиционные парки в обычном формате. Тальний Восток находится далеко. Издержки производства там значительно выше, чем по сравнению с европейской частью. Логистические затраты и тарифы энергетические и транспортные выше. А конкуренция со стороны стран Азиатско-эфиканских регионов выше. По сути, нам приходится конкурировать даже не с внутри России в тех регионах, а нам приходится конкурировать с Китаем, Южной Кореей, Сингапуром, Японией. И такая конкуренция являет повышенное требование к той политике, которую мы должны реализовать на Дальнем Востоке. Соответственно, мы решили, что будем создавать продвинутую версию инвестиционного парка. Версия 2.0 – это территорию опережающего развития. Закон о территориях опережающего развития вступил в действие 1 апреля этого года. И хочу сказать, что у нас уже сейчас подтверждено правительством 3 таких территории. Две в Хабаровском крае – это территория Хабаровск и торт Консомольск в Консомольске Новоморье. И одна территория опережающего развития в Приморском крае – это торт Надежинская. Это только первый шанс. И хочу сказать, что статус территории опережающего развития, он позволяет не только предоставить инвестору земельный участок, подготовленный, инфраструктуру, профессиональный сервис управляющей компанией, но и особые налоговые, таможенные и административные режимы. Это сделано нами специально, опять же, для обеспечения конкурентоспособности наших территорий по сравнению с территориями соседних стран. И хочу сказать, что в плане налоговой преференции – это снижение тарифов на страховые взносы с 30% до 7,6%. Это ускоренная процедура возврата НДС. Это режим свободной доможенной зоны. Это ускоренные процедуры подключения к инфраструктуре и предоставления разрешения на строительство. Превлечения иностранной рабочей силы вне рамок воду. Такие преференции, которые существуют для территорий опережающего развития, они, по сути, нам позволяют конкурировать сострадные ТЭР. И те параметры, которые заложены в закон опор, они, по сути, списаны с лучших примеров особых экономических зон Китая, Кореи, Сингапура и Емульи. Хочу сказать, что в тунильтарное время на дальнем аспекте не было ни одного индустриального парка. Сегодняшний обзор нам показал, что такие парки в 2014 году появились. Это индустриальный парк «Авангард» и индустриальный парк «Далей-Наркомаш» в городе Хабаровске. И хочу сказать, что индустриальный парк «Авангард» стал резидентом территории опережающего развития Хабаровск. И тот комплекс мер поддержки и преференций, которые есть, будет в том числе распространяться и на его территории. Это, скажем так, первый такой опыт, первый положительный опыт. Я думаю, что его мы будем терапевтили. У нас еще шесть территорий территорий опережающего развития. Они прошли согласование под комиссией, правительственной комиссией по развитию Дальнего Востока и Байкальского региона. И сейчас, я думаю, в перспективе месяцев будет постановление правительства о создании этих городов. По сути, эти территории опережающего развития будут созданы практически в аксил регионах Дальнего Востока. Хочу сказать, что мы будем основывать свою работу с территорией опережающего развития, в том числе и на причине этих частных управляющих компаний и управлением предметной территорией. И у нас такие примеры есть. В Амурской области до Байкальска будут управляться частными территориями. Когда создание этой территории уже прошло два чтения в Государственной Думе, надеюсь, до конца этой сессии будет третье чтение и принято. И мы приступим уже к практической реализации, к практическому созданию этого... Можно, сколько часа? Слэд. Перейдем к практической реализации этого закона. Соответственно, свободный город Владивосток – это уже не площадка, в которой не очень большая площадка, измеряемая на тысячи векта. Это целый муниципальный эндозавод. Хочу сказать, что в состав свободного городов Владивостока пойдет 15 муниципальных образований Приморского края. И на территории этих муниципальных образований будут действовать особые условия инвестирования и ведения бизнеса. Прежде всего, это особые таможенные процедуры. Будет действовать режим свободной таможенной зоны для инсидентов свободного города. Беспощенный, безналоговый пост хранения и потребления иностранных товаров. Вырос товаров для парковния, тоже беспощенный, безналоговый. Облегченный режим, безлизовый режим в течение 8 дней для хранения иностранных городов. Снижение ставки страховых взносов до 7,6%. Преференции по ускоренному возврату НДС в течение 10 дней. Ускоренные процедуры по получению разрешения на строительство. И меры по снижению административного давления на бизнес, сокращение времени проведения контрольных процедур. Неплавные проверки бизнеса будут проходить только с разрешения Минвостокразвития. Мало того, Минвостокразвитие будет участвовать в проведении этих проверок. Соответственно, упрощенные нами иностранных работников на территории свободного форта. И все эти меры в комплексе позволят создавать производство на территории 15-ти муниципальных образований. Ускоренную обеспеченную мировую тампу. По нашим оценкам, 2025 году, в Киевском районе, Приморского края, не будет. Соответственно, все эти меры позволяют нам обеспечить компонентноспособность Киевного Востока. Хочу призвать вас повнимательнее присмотреться к тому, что мы делаем на Минвостоке. Какие возможности...